Одесса, 29 октября 2022 года, ночь с 28 на 29 октября в Одессе проходит спокойно напряженно. В час 35 минут ночи на большей части территории Украины раздался сигнал воздушной тревоги. В час 40 минут пришло сообщение, что над Днепром слышна канонада работы нашего ПВО. В час 48 информация обновилась, и нам сообщили, что канонада работы ПВО слышна и над городом Запорожье. В 2 часа 52 минуты ночи пришло сообщение об отбое сигнала воздушной тревоги. В Одессе области канонады работы ПВО и ракетных прилетов не было. Вчера вечером пришла хорошая новость. Бойцы украинского спецподразделения «Хорт» во время исполнения боевого задания В ближнем бою столкнулись с большой группой ордынских наемников из ЧВК «Вагнера» в ходе боевого контакта. Вся группа пригожинских ЧВКшников была уничтожена. Среди погибших удалось опознать замначальника штаба ЧВК «Вагнера». Министерство обороны в Соединенных Штатах Америки предоставит Украине очередной пакет военной помощи на сумму 275 миллионов долларов. В него войдут высокоточные боеприпасы для ракетной системы залпового огня «Хаймарс», 500 высокоточных снарядов 155-го калибра «Эскалибур», 2000 снарядов 155-го калибра для противотанковых систем, 1300 противотанковых систем, 125 военных высокомобильных бронированных джипов «Хаммер», 3 миллиона единиц боеприпасов для стрелкового оружия, 4 комплекта военной спутниковой связи. Паспорта граждан Украины, срок действия которых истек во время военного положения, продолжают быть действительными. Это касается как ID-карточек, так и паспортов книжек. Евросоюз выделил первый пакет помощи – 17 миллиардов долларов для восстановления энергосистемы Украины. Британия с 1 января 2023 года полностью отказывается от импорта российского газа и российской нефти. Тариф на электричество для украинцев не будут повышать как минимум до 31 марта 2023 года. Положение с электроснабжением в Украине остается сложным. В следующей неделе графики отключения света будут плановыми и неаварийными и сократятся с 4 часов до 2 часов. Вооруженные силы Украины вчера вечером освободили населенный пункт Луганской области Невске за 7 месяцев войны. Нейтральная Беларусь передала войскам Российской Федерации 1940 вагонов боеприпасов. Вчера вечером официально представитель Министерства иностранных дел Китайской Народной Республики Вань Венбинь заявил, что Путин высказал готовность возобновить переговоры с Украиной и США. Заявление Путина по поводу памятника Екатерины Второй в Одессе подталкивает власти нашего города к более решительным действиям. В ближайшее время этот памятник будет демонтирован и перенесен в музей. Выражаю слова самой искренней благодарности за ваши добрые, сердечные и дружеские комментарии в поддержку моего замечательного города и моей любимой Родины. Моим дорогим соотечественникам и землякам я желаю мирного неба над головой. Берегите себя, берегите друг друга, всего вам самого наилучшего, самого доброго и даст Бог. До новых встреч!